Раз, два, три, четыре, пять. Немного хочу поговорить я о том, что беспокоит, наверное, многих людей, но в том числе меня. В частности, некоторые мысли у меня возникают вокруг вот этого пресловутого русского мира, вокруг всего того, что сегодня мы называем кризисом. В очередной раз мы сталкиваемся с проблемами непонимания между нами и, в частности, конечно, с западными странами, той же Америкой, англичанами. И хочется, конечно, сказать, что, наверное, как только русские заговорят на английском, с трибун, как это делает Порошенко, называя своих соседей в Востоку и в Северу, своих русских соседей варварами, даже не цивилизацией, а просто варварами. Конечно, это не может не нравиться тем, кто на Западе продюсирует новую политическую теорему, в которой Россия уготовила место такого самоаннигилирующего, аннигилируемого такого вот переменного или константа, который, как говорится, при делении 3 на 3 сокращаем 3. То есть Россию в данном случае уже похерили, назвали ее там изгоем, варваром, запустили санкции и теперь мы находимся в какой-то клоаке. Клоака, она, прежде всего, наверное, вот почему. Во-первых, противно видеть другое. Пускай даже вот, если мы предположим, что большинство людей имеет консенсус, что да, действительно, угроза исходит из Запада. Пускай большинство людей считает, что да, Запад хочет расчистить Россию на части и потихонечку прибрать к рукам все сладкие вот эти вот наши кусочки, которые останутся в Ханты-Мансейске, Якутии и прочее, прочее. Конечно, Запад спит и видит, когда это произойдет. И, конечно, первыми, так сказать, туристами в Якутию, в Ханты-Мансейск поедут потом не русские, не русские, а поедут американцы. Русские сидят в Москве, греют свои задницы в квартирюшках, покупают себе какие-то кокульки там в магазинах, в интернет-магазинах. И получают максимальную сладость удовлетворения от потребления. Наконец-то он сменил Toyota Camry, которую я, кстати, собираюсь вот-вот покупать, на Land Cruiser. Вот произошло какое-то социальное движение, как кажется этому русскому товарищу. Вот. А, по сути дела, чем бы ты ни покупал, какую бы машину ты ни покупал, выходя за предел этого автомобиля, наступая на землю, ты наступаешь в то же самое говно, в котором ты наступал бы, даже если бы ты ездил там на Москвиче или там на каком-нибудь еще старом Жигуле. Не меняется ничто. Не меняется, не принято говорить так, что доход человека, он меняет его социальный статус, меняет его уровень потребления. Безусловно, это так. Но какая может быть радость в потреблении неумеренном, если ты понимаешь, что вокруг тебя много людей, которые совершенно-совершенно, так сказать, ну, как бы не при делах. А это не только Москва, а это и другая территория России. И где вот это вот пресловутый русский мир, когда люди покупают себе Toyota, там, какие-то Land Cruiser'ы, какие-то дорогие люкс-кары, на которые сегодня у всех хватит денег. Где у кого сегодня есть 50-60 тысяч долларов на счету, при конверсии в 52 рубля за доллар, получат за 3 миллиона себе, купят любой автомобиль. Ну, пожалуйста, покупаем, нет проблем. Но, что меняется-то от этого автомобиля? Повышаются расходы на бензин, повышаются налоги. И ничего не меняется. Абсолютно. За этим ничего не меняется. Как бы мы не хотели вырваться из этого, вот этого, так сказать, кокона, в который мы сами себя погружаем, когда мы становимся богаче, солиднее, мы погружаем себя в какой-то кокон такой. И нам кажется, что мы живем в другом мире, в котором нас окружают красиво отремонтированные стены, люкс-кары с прекрасными, великолепными салонами внутри, где можно забыться. А если еще выехать на этой машине куда-то непонятно куда, на природу, и слиться с этой картинкой, которая в лобовом стекле показывает всю красоту русской природы, то кажется, что ты наконец-то попал в какой-то неземной рай. Но как только ты, как я говорил, открываешь дверь своего авто, наступаешь левой ногой на землю, ты понимаешь, что ты наступаешь уже на территорию, где возможно всякое. И уже и пропадает этот кайф наслаждения, уже начинают срабатывать механизмы бдительности, ожидания опасности и механизмы предотвращения угроз, которые могут возникнуть, пока ты дойдешь до ближайшей березки, чтобы отлить пару сотен граммов мочи. И опять попадаешь в этот русский мир, который неизбежно плетется за этой Toyota Land Cruiser или какой-нибудь там безумно-безумно дорогой машиной. Он как шар. Куда бы ты ни приехал, а он за тобой катится, этот русский мир. Куда бы ты ни зашел, из какой бы машины ты ни вышел, на тебя смотрят глаза русских людей. И в этих глазах, понятно, можно увидеть какое-то умиротворение. Куда бы ты ни приехал, в какой бы город ты ни ехал, во Владимир ли, Ярославль, Суздаль, еще в какую-нибудь из городов Золотого Кольца, где великолепные, красивые купола, где пахнет настоящим русским миром, как говорил Пушкин. Но все равно на тебя смотрят все те же глаза тех же русских людей. И в этих глазах нет никакого умиротворения. А скорее всего в этих глазах какая-то вопрошающая агрессия, ксенофобия, боязнь, неприязнь. Ибо видно по тебе, что ты вышел из Land Cruiser. И все это сразу как бы портит аппетит. Вроде бы вкусно все. И соус хороший, и соли достаточные, и перца. А не лезет, не лезет оно в горло. Как-то мешает, не проглатывается. И начинаешь думать, а в чем же причина, конечно. И понимаешь, насколько глубоко надо вздохнуть и выдохнуть. Потому что причина она вся как бы неистребимая. И видимо это вечно. Как вечно солнце над землей в ближайшие миллионы лет. Как вечно то, что птицы летят на юг. Как вечно то, что дождь периодически или снег падает на землю. Так и вечно то, что в России всегда будут такие глаза. И этот тяжелый шар, который двигается за Land Cruiser. Шар, который как там около меч висит и говорит. Радуешься? Да. Ну, порадуйся пока. А там поглядим. И все мы живем сегодняшним днем. И в день завтрашний не готовят нам ничего 100% рожек. Оно может произойти где-то за углом. Может где-то с твоим знакомым вдруг что-то произойдет внезапно. И ты не сможешь ничего сделать. Потому что ты не найдешь такого специалиста, который сможет помочь. Вырулить красиво из той ситуации, в которую ты попал. За приемлемую, естественно, взмоздук, я говорю. Тебе придется быстро лезть в интернет, копать, изучать тему. Копать всевозможные сайты отзывов, копать какие-то документы, федеральные законы, самому изучать тему, становиться, так сказать, специалистом на время. И затем уже идти в бой. В бой. Ибо если этого не сделать, то 100% проиграешь. Понятно. Государственная машина и все, что касается того, что должно облегать нас от насилия и от беззакония, бесправия, оно не работает для нас. Оно не может работать для нас, ибо в сознании вот этого русского мира, в сознании русского мира нету, нету совести. Нету совести. Люди стали бессовестными. Обмануть и озолотиться за счет кого-то, или пообещать и не сделать, или послушать, покопать вопросами глубоко, заставить человека раскрыть душу, а потом посмеяться. И вот такого всего, ну, очень много на самом деле. И это все как бы является частью этого мира. Этого русского мира. Русский мир принимает ту власть, которая сегодня в стране определяет, куда мы идем, что есть правильно, что есть неправильно, как власть данная нам от Бога. Но это лживо, ибо все мы понимаем, что никакого Бога в нашей стране не было все 70 лет. И какая при чем есть власть от Бога? Что за бред? Это раз. Во-вторых, если мы начнем копать еще глубже, то мы понимаем, что те правители и самый-самый верхний премиальный руководящий класс, который находится на самом-самом верху, в окружении главного нашего великого и могучего орфенжуса, все эти люди очень далеки от народа. Между ними и народом не то чтобы пропасть, а марианская впадина. Если уже между водителем ленд-крузера и народом возникает такая вот канава, так скажем, непонимания, и часто водителям ленд-крузера хочется уехать на месяц куда-нибудь в Европу, в какую-нибудь даже Прибалтику или еще где-то, попутешествовать, пообщаться с другой публикой, пообщаться с другой энергетикой, попасть в тону другой энергетической силы для того, чтобы отдохнуть. Это те, кто на ленд-крузерах ездят, им уже хочется выехать в Европу, чтобы отдохнуть. Они отдыхают не от, так сказать, непосильной работы, они отдыхают от вот этого всего, вот этого шара, который катится за этой вот ленд-крузером, вот этот тяжелый шар, который вот как снежный ком накатывает постоянно за нами, за всеми, как дамоклов меч. Этот шар, эта совокупность всех вот этих негативизмов, всей ненависти, которая присутствует в нашем обществе, обмана, лжи, бессовестности, негодяйства, этот шар тянет нас назад, каким бы успешным мы ни были. Мы бросаем нашу великую родину, тот самый пресловутый русский мир, и едем в какую-нибудь Европу, где-нибудь там, в какой-нибудь Австрии, да даже там, в какой-нибудь Хорватии. У кого хватает денег, тот летит в Куршавель, или в Лондон, или еще куда-то там, чтобы отдохнуть, отдохнуть от среды, от этого шара, чтобы не увидеть этого шара за собой, чтобы выходя из своего, пускай дешевого арендованного авто, которого он арендует там, где он проживает, в какой-нибудь гостинице, трех-четырехзвездной, чтобы левой ногой, выходя на улицу, он ощущал, что под ногами совсем другая земля. Сухая, какая-то теплая, совершенно не опасная. Вот туда мы ездим отдыхать. А теперь вот вопрос, что такое у нас, что за власть у нас? А вот представим теперь, что те люди, если мы уже устаем от людей, которые имеют уже, так сказать, какой-то там минимальный, там, сколотились какой-то там запас, там, пара миллионов долларов, они уже ощущают пропасть и тягу, тягость, тяготу, я бы так сказал, вот этого шара, кома этого огромного. То что можно сказать о тех, кто сидит в самом-самом верху власти, у которых уже сотни миллионов долларов, которые давно уже живут в апартаментах, где прислуга, где прислуга в несколько десятков людей, которые, просто, делают им массаж, пассаж и прочее, прочее. И вдруг он, выходя из своего авто, пускай бы это будет Бентли, или там всемогучий какой-нибудь супер тюнингованный Мерседес, он встает левой ногой на эту землю, и можно себе представить, какие бы у него были ощущения, если бы вокруг него не стояли десятки охранников ФСО, который оберегает его от этого шара, который может вот-вот накатить и на него тоже. Этого шара ненависти, злобы, кипящего шара злобы, бессовестности, негодяйства, мерзости, паскудства, которое сидит в этом русском мире и ждет своей цели добычи. Когда же придет эта бабка просить свою пенсию? Как же мы ее сейчас унизим и пошлем к черту и порадуемся? Вот дура пришла просить. Вот это паскудство все, этот шар, это мерзость, негодяйство, это все какое-то вот такое вот совокупность всей этой вот мерзавщины. Это вот и есть этот пресловутый русский мир, который боятся те, кто ездит на ленд-крузерах, и те, кто приезжает на супер-пупер люкс, так сказать, от Mercedes-Benz, от какого-нибудь там Bentley, Rolls-Royce и так далее. Но у них, как я сказал, есть возможность оградить себя и с туканчиками в костюмчиках, и с галстичками, умеющими драться, стрелять, убивать, носящими погонами, носящими погоны великой службы, федеральной службы охраны. Они оберегают себя от этого шара, и они в значительном более, в большей степени оберегают себя, чем те, которые на ленд-крузере бегут в Европу. Поэтому, что касается власти, что касается тех идей, которые мы сегодня слышим, они все безмолвны, они все, так сказать, какие-то такие бессмысленные и бестолковые эти идеи, потому что пока не будет в это, так сказать, отсутствие страха, отсутствие страха, пока не пропадет этот страх и боязнь этого шара, этого домоклого меча, мерзости, гадости, здесь не будет никогда никакого спокойствия. Ни для бедных, ни для богатых. Здесь всегда будет ад. Как в песне Ху-Высоцкого. Рай для нищих и шутов. Поэтому, так сказать, здесь рисуем при том, что на эту какашку пытаются все время положить красивую бумажку блестящую, в каких-то программах, там, Соловьева, там, какого-нибудь Толстого теперь какого-то, вышел какой-то там родственник великого Льва Толстого, оказывается, он теперь ведущий программы. И вот они пытаются всячески вот в каждой передаче следует так вот, так сказать, эту бумажку, как фольга, когда она смята, так ноготочком выглаживают ее, выглаживают, чтобы она блестела, чтобы блестела эта бумажка от этой вонючей конфетки. Вот они разглаживают, приглаживают эту конфетку, эту бумажку, вытягивают там каждую эту вот сморщиночку, вытягивают, выглаживают и говорят, мы хорошие, мы отличные. И вот эта какашка думает, что она отличная, что она хорошая. А на самом деле это какашка, она какашка. Пованивает и гниет. А как это исправить, как это изменить? Да никак. Просто никак. А почему? А просто. Достаточно взять обычный один пример. Взять, допустим, такую популяцию, которая существует на планете Земля и особо сконцентрирована в Молдавии, в России, то и в западных странах, в том числе и во Франции. Если нельзя, что Саркази там все бился головой и возмущался. Говорю о цыганах. Джипси, цыганы, как бы там их ни называли, ромалы, они исторически настолько консервативны, что где бы мы их не встретили, в какой бы стране мы их не увидели, мы сразу понимаем, это цыгане. Цыгане. Что это значит? А это значит, что он не работает. Раз. Это не по понятиям. Как бы работать. Запрещено. Нельзя работать. Надо воровать. Надо жульничать, обманывать, хитрить. Предугадывать, предсказывать. Обманывать еще раз. И опять хитрить. А то и наркотиками торгануть. Где-то доброго человека найти. Человека, который на время потерял вдруг бдительность в этом какашечном мире. Они это видят, чувствуют интуитивно. Вот он идет, потерявший бдительность. И давай его нахлобучивать, впаривать какое-нибудь барахло, которое там куплено на рынке садовод за 5 долларов. Нахлобучивают его и продают ему за 500 евро. Вот цыганы, неважно откуда они, из Румынии, из Болгарии, из Турции, из Шмурции, из Молдавии. Цыган есть цыган. И ничего ты с ним не сделаешь. Ну просто вот так. И я не то, чтобы хотел бы, мне приятно сравнивать нас с цыганами, но тут напрашиваются аналогии. Русский есть русский. Мы не можем ничего с собой сделать. Мы не можем себя изменить. Мы такие же, как все русские. Мы есть русские. Мы не можем себя изменить. Какая должна пройти такая глубокая, идеологическая, на уровне всей нации, тяжелая, светлая, такая, чтобы прочувствовать ее можно мысль, чтобы она какую-то сделала мутацию в сознании русских. Чтобы русские в какой-то степени стали новыми русскими. Вот какая должна произойти такая мутация в сознании, на глубинном уровне сознания всего народа. А напомню, что сегодняшний народ русский, это безбашенное потребление. Это тяга купить ленд-крузер, купить еще чего-то. Основная масса такая. Это потребительская масса, которая колокочет и бормочет, врет, обманывает. И все это прикрывается вот этой вот золоченой, отглаженной фольгой, какашкой. Так вот, какая должна пройти такая глубинная мысль? Мысль, на каком уровне подсознания эта масса должна прочувствовать эту какую-то мысль, какую-то, я даже не знаю еще какую, какую эту мысль должна прочувствовать эта масса из 140 миллионов русских, из которых, понятно, там, допустим, русских 80 миллионов, 90 миллионов, неважно. Какая должна, что такое должно произойти на этой земле, в этом русском мире, чтобы в сознании этой массы, на глубинном уровне подсознания, где-то там что-то, произошла какая-то такая непонятная мутация, после которой люди начнут друг по-другому друг к другу относиться. Люди перестанут друг другу врать. Правительство перестанет обворовывать народ и говорить, что коррупция – это нормально. Это нормально. Коррупция, она везде, и у нас она тоже. А не было бы коррупции, ничего бы не было. Это, говорит, масло для механизма. Это, говорит, без масла не поедет. Вот что такое должно произойти, какая должна такая произойти, событийное, может быть, какое-то событие, какое-то тяжелое или какое-то яркое. Что-то такое яркое или тяжелое, какое-то вот такое вот, какое-то. Не дай бог кровавое, конечно. Что должно, как бы вот, восстановить взгляд вот этих вот людей всех. Начиная от вот этих вот кичащих, там, злобном, вонючем коме, который все время преследует водителя Land Cruiser, до тех, которые окружены службой ФСО и, так сказать, более спокойно встают на эту какашечную землю. Что такое должно произойти в сознании всех, от мала до велика, слева, справа, сверху, снизу, чтобы произошла какая-то такая мутация, после которой всем стало вот хорошо так, чтобы поселилась во всех какая-то вот такая любовь, доброта, и чтобы она никогда никуда не уходила, чтобы она всегда была вот в душах, на каждом уровне, на каждом этапе. Какая должна такая произойти ситуация, чтобы люди поняли, что деньги нельзя жрать, что есть люди, которым нужны деньги для лечения, что есть люди, которым нечего жрать, что оставь-то эти деньги, не воруй эти деньги, отдай эти деньги туда, куда они должны были прийти. А если ты видишь, что где-то, так сказать, куда-то эти деньги даже не планировалось, что они должны прийти, возьми, подскажи, что туда должны тоже прийти деньги, помоги. Что такое должно произойти в сознании? Какое такое событие? Я вот не понимаю, я понимаю, что в моей жизни такого события, наверное, уже не произойдет в стране. Таким событием была Великая Отечественная война. Но это ужасное, кровавое событие, когда было потеряно столько людей, столько крови было вылито. И после этого, наверное, какое-то осознание стало приходить к людям. Чего-то, как-то там. Началось какое-то развитие, какое-то братское отношение друг к другу. Ну куда оно потом исчезает? Почему оно исчезает? То ли от того, что мы все живем в какой-то чужой стране, может быть, это и не наша страна вовсе, такое ощущение. Вроде бы она наша страна, а вроде бы как чуя какая-то. Вроде бы как я здесь свой, а вроде бы как я нафиг никому не нужен, и совсем чужой. Свой среди чужих, чужой среди своих. Вот классное название фильма. Я всегда себя ощущал в этой стране именно так. То ли я свой здесь, то ли чужой. Но вот ощущение такое, что среди простых людей я свой. Среди иногда какой-то там супер богатой элиты, если прикинуться, можно тоже стать своим. А вот с государством всегда чужой. Всегда чужой. Всегда чужой, всегда как бы в обузу. Всегда не нужен. И противно это. Ведь я понимаю, что и другие тоже это понимают. И отсюда злоба, отсюда ненависть, неудовлетворенность. Это злобное чувство ненависти друг к другу. Как говорят, человек человеку волк. Это ненависть, которая в этом шаре кишмя кишит. А сейчас еще вот с этими санкциями, сейчас пойдет наверх прыгать. Так что мало не покажется. Столько злоба будет. Мама дорогая, этот шар так раздуется. И вот теперь вопрос, что такое должно произойти в стране. Это очень важный вопрос. Не то, чтобы я подчеркиваю важность этого вопроса, а я пытаюсь найти ответ. Вот что произойти должно. То ли революция кровавая, то ли все-таки война третья мировая, то ли астероид какой-то должен упасть на Москву, на этот Кремль, чтобы раз навсегда разрушить вот эту порочную связь между вот холопами и властью. Что такое должно произойти? То и Россия должна развалиться на части. Но вот я не знаю, что такое должно произойти, чтобы люди почувствовали себя, так сказать, внутри своей страны органично, полюбовно, зависимо, патриотично, на истинном патриотическом уровне. Когда тебя не нагружают вот эти вот полировщики, фаги, каким надо быть патриотом, как надо патриотично говорить и что надо где-то говорить, а чувство, вот утром просыпаешься и чувствуешь, ты патриот, ты в стране, которую ты любишь, ты в городе, в которой ценишь. Все это твое, это счастье, это любишь. Вот как, как этого добиться? Ну, можно сесть на самолет и улететь, жить в другую страну. Год-два, адаптация, допустим, той же самой моей любимой Австралии, ты уже чувствуешь себя патриотом. Там тебе заботится, никто тебя там особо не гоняет, никто тебя там особо, так сказать, не мучит. Выходишь ты из своей машины, даже пускай плюгавенькой какой-нибудь Toyota Corolla года 90-го, встаешь ногой на землю и чувствуешь, все это твое, все родное. Никто тебя здесь не гонит, не ругает, все тебе готовы помочь. Какая-то доброта, какая-то вот, вот, каала такой вот, вот каала, кенгуру, вот что-то такое вот доброе, такое вот, не кусач, без зубов как-то все. А здесь у нас, как выходишь, так вечно зубы, и страшно. Понимаешь, что если день, два, три, неделя прошла без этого укуса со стороны этого шара, который плетется вечно за тобой, то это уже ты становишься, так сказать, расслабляешься. Вот, укус он постоянен, он постоянно оттуда вылезает эти вот какие-то такие, жало такие, оп, покусывают слегка, а ты чувствуешь, ах, хорошо, хорошо, чтобы не расслабляться, и гасишь, гасишь на эту гашетку, вперед, вперед, он крутит от этого шара, а они так, ах, тебя так покусывают, догоняют. Вот такая у нас, такая вот, какая-то вот, хрень такая вот, что сделать, чтобы наконец-то вот в этом сознании какая-то прошла такая глубинная мутация, глубинная, глубинная мутация, чтобы вдруг мы все стали лучше даже, чем те, кто у нас в Западе, лучше этих англичан, лучше этих американцев, лучше всех, что мы стали, чтобы мы стали лучше, а вот этого нету, и что такое должно произойти, я не знаю, когда, что, где, цунами, может быть еще какой-нибудь очередной, так сказать, потепление глобальное, там безумное, которое было давным-давно, и вымерли динозавры, а теперь, зато много нефти у нас, ну, благодаря динозаврам, всем этим опарышам, которые тогда ползали по нашей земле. Вот этим вопросом я задачен, и, как бы, вот не могу найти для себя ответ.